Продолжение следует... Это очень интересно. Продолжение следует... 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 Россия перетворяется в могутную, переважную, милитарную войсковую державу. Держава, которая отнимается на селе войска, вот эти нео-сирийские короли, это первые завоевники, первые полководцы, и они мкнутся завоевать, я могу больше территории, а не только завоевать в этой территории, а не и утромливать в этой территории, и утромливать тихо на лесном параде. Далее, я не знаю, это исследование про нео-сирийские войски, про то, как функционировало нео-сирийские войски, поэтому я у нас высший утка перемещалась. Самое близкое до того, что осирийцы делали под временем, которые завоевывали свои утромления и шли по осирийским принципам на великой ступени. Что они делали? Они будывали дороги. То есть на первых привычках было, как войску пройти. И дороги, а сирийские были беда ширейшие за римские, а сирийские войска и шло ширейшее, но очень немское. А я сразу, как только захопливался в территории, там сразу прокладались дороги. Дороги потребовались у вельми добрым станем, и они служили не только для перемещения войска, а не только для урла, утромания державы. Это, ну, даже ту самую первую суммёзную почту. Это асирийская почта. То есть там, собственно, распроцована эта система пунктов, где можно менять коней. И где гостун, вельми-вельми худка, перебирается с одного места на другое. Это может быть эстафетная система, это может быть один человек или реки меняет коней. И почта доходила, любая, во все точки сирийской империи, доходила вельми худка. Есть много таблички, тексты, там, где вот со скаргами такие администрации, где все эти документы, такие много у нас. И есть просто скарги, что почта затрямалась там на день, что, как это так, чекали почту, она, значит, затрямалась, не пришла. Потому что там все абсолютно, все докладно различено, за кольки кошта мусит дойти. И так как это эстафетная система, то у нас, вельми худка вся информация доходила. А вот этот прототелеграф так само был. Такая была дымовая система знаков, которые делали дымы на пыльной одевлости один одного, которые пыльным джинам давали знать, что отбывается. Не просто там и к нему дым валить в упадку небоспеки, а докладная была система знаковая и заставина малая. И вот эта держава функционовала вельми украинцами. Вельми украинцами. А вельми такие, может быть, самое основное, что клопотило осирийских королев, это все-таки были завоевывали. Это была война. И об этом они были и подобные. На их это это вельми. Хотя лез, пачется, лез был вельми наводотрозный. И вот это некольки было таких мужа, самых могутных, самых ярких, каких-то это было, я имею в виду Василийских королев. А что он насерпал, он починал эту великую традицию. И его сын, Саванасе, заболевает бобилон. Там бывает такое левицкое волос агентства, но по себе. Чтобы заболевает бобилон, поскоро слабега за осирowanie в этом часе. Но не меньше, Бобилон сейчас макнется отвоевать свою независимость. Каждый раз, когда осирия заболевает бобилон, мы помним, Бабилон не яд за это не скарается. И нет, вот тут видно, вот сам эти короли, вот то, что вот это вот титул, там эти король, король Сумеру и Акаду, який ассирийские короли записывается. Позднее они починают терапия, записывать себе титул королю Бабилона. И вот незалежно от того, что он бывает в Бабилоне, и яка, иначе им в Баку, Кироваха, на ассирийским, а либо на бабилонским, ассирийские короли, ходжи завсюду имя титул короля Бабилона. Потому что, коли и ты король Бабилона, тогда и будь ты король света в основности. И Бабилон застаётся вот такой, этим пунктом притягнения стражи Тагабрийского сходу, сразу весь час. А ассирия своей столице меняет, а ассирии городы перемещаются. А в Бабилоне будут застаётся весь час там, зенду. И вот эта идея той, что Бабилон, повинен быть королевским посадом, заховывается, вот и после того, я кассирная пала, после того, я повстала на его бабилонское, это халдейская держава. Это, на самом сабы, тут был Бабилон. Али калий Бабилон закопливают персы, калеве сторожиданец, вот, подпадая под уладу персов, с самой ранней персы, до Дарьюша Пешева, а так само называются ли королями Бабилона. То есть, яким бы ты королем не был, ты можешь там быть императором у всякого свету, али 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 ты не королем Бабилона, то это хороша цена твою уладь. То есть, ты можешь быть королем Бабилона, на самом деле того, как бы цифроды сурвьез был спринят. И он пришел на сэру, так само захопливая Бабилон, и там снова такие грозные, пираменные лёса, тут сирийских королёв, и вот аж ну да, теглата пересера третьего, такие захопливые, и он, вот скажем, салваны сэры, сэрыш у нас так не отпала, теглата пересера третьи, так как обо мне королем, это и он расплачинай эту продукцию, какая осталась вот для всей гублейской цивилизации сталась важным и трагичным, али починается эта история с ассирия из Бабилона, и вот эта сама идея, керасселяц, завоеванные народы, и и израильные и поведали, что юдейский король и 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 он был союз с Цегладом Филиссером III. Он неким шином у дзим взъеднался, наскарчивался на тое, что так и те, кепские супрацьявы, которые пройдутся у валовых израилюцианов и сирлицов, и он Цеглад Филиссер пошел, как раз туда со своими главными войсками, пошел, и он и Филистрию, и Самарию, и Дамаск, все это захопил, и вот он тогда переместил. С Израильцаном был участок Самарии, самая столица Израиля, переместил в Сирию, и вот это был початок конца Израиля, и я был за на 100 метров, я не помню конец, полный конец пришел вельм поздно, але я ж не вельхутко, а я цегла пили сыр, и он так само тот, кто брал этого короля Белона, да? И это было важно. Памятного про Саргона, казали виновый раз, про Саргона Акадского, або кто начало новую историю, такую самостоянную, яркую историю силицкого господания. Памятного про Саргона Акадского. Памятного про Саргона Акадского. Саргона Акадского. Памятного про Саргона Акадского. За него очень развели новые историю, то, что в истории Китиневе появляется, и с pewENS не дастоди anymore. За него было достаточно Sicherheit, который не засматриваловой идеей, а не устанавливал свои чувства на этой του вертолю, тех, кто Comic, Мourinho, который застал из его твоих появляется еще лучше. Он был излишен, фактически, сраванным другим. И в качестве невеликой крупной судьи была пересеранная осера. И это такая вылавельная, яркая сама посадка. Но в 75-м году, когда он поднял меньше, и главная доля я досталась, и сраванным другим мазалином. Там, в Сибасе, бывали такие внутренние перетрубации. И на тропу сирийский пришел сын сравана Синахири. Синахири так самый интересный персонаж. И он, как раз в этом часе, в Аббелопе устал перенемоценно собратья Сирии. И разогнал сирийское керавництво. И си нахиры, яхо, раз гэтае повстанне разбурли. Он выросшел Бабилон пакарацци. Ну, ты врядь цесапи, так? Вот, когда мы сказали, что такое Бабилон для всякого этого света. Самые разные городы были заравнаны землей подчасом разных войсковых кампаний. И гэта все только надавала угару тому, кто гэта рабил. Той, кто руйнавал, как и нега цвя литеравный город, потом написал, что такие герой. А ле Бабилон гэта не просто гэти нега цвя литеравный город, да? Бабилон отрос на его сам статуса от усих наших городов. И вот, празгэтае повстанне си нахире выросшел рыве с Бабилоном тое, что с любой меньшим великим городах. И он его заравнав, а с землюю. И празгэта ёс, это, я не цікавэе тэксты. Там все говорится, что и муры Бабилона, и храмы, и палац городу, и звычайные дамы были ператвораны у друз. Просто разбитые з усим нашчэн и скинутые у канал Арахту. То есть все это было еще скинуто. Там просто ничего не засталося, а до Бабилона. И гэта было таким шоком для всего региона, для всего света. Потому что Бабилон не мог быть слишком. Потому что Бабилон, правда, был працагнэннем всего. Ну и не забавися, ни хэрэ был забитый. И это как раз мне обговорит, что забитый, оно просто, и что он дараз был святый Бог. Это был Бабилонный круг, это статус святого города. И не празусечаса из своего издаваня, а ли а мачта. Принапси от самых ранних часов до 612 года до падения ниху Бабилон назывался святым городом, незалежно от того, который им кировал. И вот только Синахерик поднял руку на самое святое, за что повод для местовой публики его забитый. И тому наступная вона наш чада, это Саргадон. Первое, что мы робить, это именно будовые публики. Хучей-хучей-хучей будовые публики. Потому что вот это было, вот это забойство Синахерикова, Я сказал, что я возраю такое бризнерство страшное. И с Рогадону как бы не потрапить вот в эту самую гаду. Я только дешу тут обожжение, потому что может не задержаваться. По-розному пешится. Нет, гасит, гасит на полоску. Это было 2-2. Белон. Это был Кады, у нас российский мастер, который про два я списала с Розным. И он не отдал в Бобилон и любит у Бобилоне свой корольский пассаж. Выпион, король Бобилон, Бобилон снова повелегает в центре света. И Саргадон будет королеваться. Саргадон пошел им первым вильямоцином. И он будет таким просто вот... Ну, летом, 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 полном. Но его советский королев. Но вот случалось здесь вот в 19-м столбе, вот это Павлагора, в конце 19-м столбе, когда у Европы началась серая мания, это был где-то шмат вельный пассер, я управляла на не только и на сторонке прессы, и на литературу, культуру, и наста, астрологическая структура, и на литературе, и наста, астрологическая структура, и на литературе. И она, в начале 20-м столбе, по-настоящему, по-настоящему, по-настоящему. И в Груссово есть верши, в основном, так и на утром. Вершу, по-настоящему, в Груссово ей,, в Груссово, может эту дух, которая рассказала королевым, я со мной о жмане, так что Кто сдружен мне, кто станет ровным мне, людские джинсы, как тень в троге сне. Снеслый мрой можешь тешиться, как дети, земная слава вся до ног моих плодеться. Уверить, что сдаю один, как леон, я правотыр царок и царь, а с рогадон. И вот, чим вознажались мои советские карлины особой. Ладно, пусть все уже началось, потому что далее уже будет крышечка лишняя история, мы не только выдавали такую организованную империю, яка працавала в Гадзиннику вся, где и войска працавала в Гадзиннике, и вся администрация працавала в Гадзиннике. Войска, например, пытались, как греки, но греки переправлялись. Например, наводить Москву, доводили ли Шмачака, они не наводили Москву, была своя эта система, кожный обстребленный жанер не умел с собой специально для этого строить, они его надзимали, и на этих мехах переправлялись в раздругу. Войска перемещалась с такой худкостью, потому что там те, на кого его и шло, не поспевали ничего постребить. Томаса, правда, вот эта империя росла, 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 и она уже на момент, на момент Сракодума, это не только Номерзин, но и Египет уже, это уже Египет падает на Осирии. По сути, все, все территории, про которые мы с вами сказали, они все подрапляют под Осирийскую ладу. Саргон, у Саргона столица Дуршанки, Сен-Хирид переносит столицу Нинина, то есть, что потом будет славный сирийский город Нинина. Вот я вот так, все и начинаю. Нини-де, так и напишется. Это разумело? Так укрывано виславном. Нинина. Нинина на полночную тыгри. Это учебащая Осирия отразнивалась от Акады и Сулера, от Бабелонии, потому что основной арака там была Эйфрата. Осирия – это переважный тыгра. Осирия освоила, вернее, добрый тыгру, а Эйфрата уже была этой участкой захопленной территории. И Нинина на тыгри. Это один участок великий Дневный город. Вот. И это саправда вот такая отморутная империя. И короли в этой империи, такие вот, как в этом русовом верше, шовали себе ударами свету, али хацели, как и все остальные, их обшивали ударами свету. И Осирийцы будут невероятно великие палацы, невероятно великие скульптуры. И вот мы видим, что эта формация началась в Египте. Али у Египте она… Учей было два египетские короли, которые любимые виды велиозарной структуры самих серий, а у Осирийцев, которые говорят, что египетские палацы, которые будут великих человеческих камерах. Все эти будут палацы, но великих человеческих камерах. Идея такая, что когда человек подходит к двери, которые идут высоко, 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 то человек одразу отшивает свое соправленное место у поравнания с этой палатой. Потому что палатка будет вели за армию, двери у палатка вели за армию, но с облиянием, что пишется не низко к палатке, яке будут сенахиры. А летные сенахирыбы, и саргадон, и вот маршрутные паприки, они все додают тут эту палату, но будут, это не один палат, там не королевских палат, и все королевские палаты, один за другим больше, и у каких вели за армию калидоры, какие вели за армию калидоры, это будет тронная заль, электронная заль, она будет стуметровая. Это будет огромная заль, или за армия, или за армия калидоры, там, где здесь, наприконцы, якой будет верить на трон, где будет садеть в этой приватыр царов и цар, королю всех королев света, где будет садеть в Тунинееве у своих палатцев на трону. И у меня теперь есть шмат реконструкций этих палатцев, и Тунинеевского палатца, и Широкинового палатца, и не случайно в этих реконструкциях мы видим, что в этой тронной зале, это не пустая заль, такая нехараловая ситуация, там шмат шару отбывается в этой зале, все тут и в эту зале проходят, и не дали, все проходят, делят того, как чтости отрывать некую ласку от этого короля. В эту тронную заль введутся долгие, широкие долгие калидоры, и калидоры все оздобленные каменными рельефами, на углы зале оздобленные каменными рельефами, и это вот в самой зале будет шмат-шмат-шмат колоннов, и все колонны вермешковно оформленные в рельефах и колеровых рельефах. То есть до нас дайшло просто обломки каменного рельефа, а ли на самом начале они были пофарбованы, вот так и в Египте, как это с вами казалось, что то, что мы бачим просто ветреные дождянные калидоры, а ли оно все было пофарбованы. То есть, на самом деле, это было для меня пофарбованы, и оно все на голову и продолжает. Вот это, например, церковь Белизарная перья, Белизарная просто такой вот, и перья, когда эту лишний свет не бачил у Неневы, и сразумела, что кто-то тут и шли караваны у Неневы, тут и шли у ладары неких вот малых земля, у стынков некие союзы заключить, несли Данину, привозили Данину захопленных территорий, и доброохотную до Неневы, и все вот этот народ из земли и шли с поклоном до этого сирийского короля, и они коленные шли, вот и проходили просто эти калидоры, просто корольевы, у королевы как раз могли быть вот это процессии народов, которые идут поклониться королю, вот они все равно вот этих каменных народов идут и отшиваются вот такими самыми, между королевами, между королевами, вот здесь просто по меру, и в этой палаце осдоблялись скульптурой, и вот перегритыми Белизарными, Диарима, палаццем стояли великие, великие, великие статуи, эти скульптуры, я забыла их назвать, я знаю, это ламассо, вот это и даже я пошукаю ее нужно, но они были, но вот, на себе здесь. Вот ламассо, это, я тебе дам, если я не асвак, да, Спасибо. 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 Четыре евангелисты. Какие? Матьфей, Ян, Марк, Галкун и Лука. Матьфей, Марк, Лука, Янг, или только его каноничные. И каждый из таких евангелистов, вы как бы когда-нибудь в исходных церках бывали? Да. Потому что в латинских церквях вы этого не увидите, а в любой православной церкви, либо в католинской церкви исходной Абрады вы увидите там, где есть иконостасы. И они могут быть как люди, а могут быть как источники. Ухоженный язык на язык. Какие языки? Лев. Морол. Вык. Вык. А кто же сверху? Поглядите на вас. Кто же сверху? Человек. 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 Киады все с крыльями, потому что человека не часто называют о нем. Человек с крыльями у нас есть сверху. А леекарь? А кто, який? Матвей. 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 Лев. Лев. Это королевская природа. Лука. Лук. Бык. Это вот это моц. И это на... Мы сказали, как мы узнали про символ гоства, да? Да. Особливо на... Уже у христианской традиции это вошло таким же. Али корони христианской традиции у афокалипсиса, а корони афокалипсиса у езекиела, а езекиела у асибирской традиции. Али коронавирус. На подчете это ноякану сложно найти. Шабо в этой 4 это так само не просто. Плюс, шабо в этой 4. Потому что асибирцы были подобно бобионцам. Мы про это будем говорить. Да. Боже мой, это как бобион, что красиво. Али коронавируса переняли бобионцам эту закупленность небом и все, что связано с небом. Все, что связано с зорками. Все, что связано с перемещением небесных тел. У бобионных это было науковод в основе, у всего познания света. Это как раз то, что одна из наших основных темов будет. Асирия превратила над эту посуду следа так само. Асирия не высунувала свою негасно-настоянную приключательную света. Свою самостоянную бобионцам. Но там были и были свои бои. То есть самый Ашура, с такого, что начинается, город Ашура, имя одного из богов. Ашура – это бог. Он назван город. По городу потом он назван в Сакраине. Икраина, по сути, степени. И все основанные буствы… Мариус некие. То есть на ее презентации. А я думаю, что в том, что посудность этого человеческого живца кируется небесным живцем. Кируется тем самым астральным рухом. То, что до нас дошел Хрецкий гороскоп. И он ударает в Миронский. Ну и в Осирийский, который хочется. В Осирийский. Он трансформировался с этого часа. Но в прошлом, это те самые основные сузори, которые, как бы, асоциировались с некими своими металлическими источниками. Но в особенности это те самые источники, которые были в Мирбелоне. Это было так, как в этих основных сузорах в Мирбелоне. В Мирбелоне было 12-13, которые были на эпидемии. Они, когда раскладываются в Мирбелоне, они просто не поделятся на 12 частых. В Мирбелонской традиции. Они поделятся на 12 частых. Это связано еще с проживной сумерской традицией. Мы сказали, как вы с вами, кто я как раз умер. Час, и сейчас. Что в день складается с 12 двойных вадим. Совершенно двойная вадима. 12... Понятно 6 двойных вадима у дня и 6 двойных вадима у мальчика. Вот это не поделятся на 12 секторов. Это 12 секторов. Каждый майя керуется одним из этих сузори. А все сузори и тупины, а прочь на которых, какие антропологи, они преважно заинтересованы. Вот презентацию. Вене. Я как, рэшли калют, вы беды и цинаплика, то теперешние. Теперешние эклипты, то теперешние. Раскоп, так вы не представляете. Раскоп, это никак не удалось словом, они не образуют свою, это, это 6, это 7. А лет, все эти основные 12 секторов, в этом году сама по себе система вы можете сделать это, потому что она, в принципе, не поменялась этим и тем временем. И все эти основные знаки, которые ведут с каждым центром, они имеют певные характеристики, они там, связаны с певными стихиями, с певными якостями. И вот юзлеты, они будут основные якости, это то, что вот так, как будто он уже был середневечный, традиция европейская сфокуливалась, они таксам, в первых, ранее. Кардональные, фиксованные, мутабельные знаки. Кардональные знаки, они, наверное, все этаты, якие связаны за 14 донными пунктами солярного года, с двумя равноденствами и двумя соцсостояниями. Ну, и какие это будут, да? Какие, какие будут? Весновые, весновые равноденства, там, в фильме, как будто там, где переходят с зубыка, да? Фу, там, а это как раз, это как раз, наступный знак, это как раз, это как раз, это как раз, ровно, не кардональные, а как раз, фиксованные знаки. И они, наверное, идут, вот, вот так вот, вот тут, да? Тут. Ну, у нас теперь, это называется, скорпион, а лига, это, сторожительное сузо, для ворота. И, и тут, отповедно, водолей, человек, так? То есть, они здесь, все идут на, все фиксованные знаки. И, они называются фиксованные, они идут, фиксованные, фиксованные, на их линице, одно льго, и она не меняется, и она, от лепности, повышенными сузо, не мирозная, там же, может быть, одно сузуризисим, мало места заниматься, а другая, не новая. Георганская, 3-4, и она, пособенностью, отвораю току, стабильную, стабильную крышу. Вот, ну, вот так, это датковая, датковая, скорая, церковная патерная, вот, опять-таки, просто, мы являлись сэби, скажем, шаму Минавита, такими, ну, а суты были, шаму Минавита, и все четыре, четыре истуты, у одной наповедных, это, отразу вам, все зорное имя, отразу вам, все, вся сила, отразу, заглазенная, и, и, когда идет во ртуе, Королевский палац, то является, Савей Акаль, об этом, Моцки. Уже, точно, правда, уже ничто тут, и ворожие, не повинно, той палац, проникнуть. Вот, современное созвездие, она, это не доброе? Это, нет, это, это тое самое сузорье, это тое самое сузорье, только, что, да, Яну, Завец, был, Митшасус, ассирийская традиция, на Завец, Яну, и, она, она, яну, но, может, поверь мне, инши, народы скриплиотографы, нужно признать, правда? У нас все остальные, больше ничего, не такие же и состоятся, Татьяна Созорья, яку я, перецерпела такую серьезную, концептуализацию, трансформацию, а и Созорья, так, да, но и не делается, и, ну, 4 истории, я так понимаю, И вот эта опора вся на службе у ассирийских коронавирусов. Можете рассказать? Первое представление о санкт-Петербурге, в том, что те же самые представления были трансформированы и взятые в физических... И одна идея, месла потрансформируются. Я не думаю, что египетский затыяк одрознивается от Месопотамского. А Месопотамских – это способности той, яким вы теперь видите. Скажем, у перцев, как самая иншая была, у Египта не совсем лучше. Это была подобная на Месопотамскую, але одрозная. А греки взяли в Месопотамскую. А уже тое, что потом пошло в середневечную Европу, и тое, что теперь уже называется астрологией – это грекам. Там розница у тым, что с кожным сузорьем связана некая хрецкая история. А сузорьи те самые, и те самые живёлы, и те самые альбо люди. Альбо антракоморфные, альбо заморфные. Простовникены все равно те самые. Мы вам про это как раз показали, что на начале мы сказали, правда, это основная субботность, мы являемся с этим, а сетям, а сетям, отзывы меняются в связи с процессией етинокса. Помните эти? Вы сказали с вами, про то, что это про эллинация, для меня нечто не имеет, а вашу познание. Это не было. Вы сказали с вами про процессию етинокса, что такое процессия етинокса вы делаете? Нет, нет, это я делаю. Мы сказали, это один человек. А давно? Давно, мы на самом початку. Когда мы сказали про еллипетское разумение часу, мы сказали про сфинксов. Про процессия етинокса, это перемещение сузорьем по еклиптице, в момент основного провладенства, она в расцвете нечем тысячи километров. В совесть с тем, что земля кружится не вот так, а вот так. Так что на крыку удержите. Это полное поло проходит 26 тысяч километров. Что называется етинокс? Етинокс – это равноденство. Етинокс – это равноденство. То самое, что солстис – это солнцестояние. Солстис и етинокс. Это четыре полога. Два етинокса – два солстиса. Но в процессе етинокс – это все равно, а это все равно, В римской традиции 21-го соковика залежно от того, где он в 20-м году, может быть, и так, и так. Прыгладно 21-го соковика. В римской традиции для рухоназирания еклиптики абсолютно неважно, в який день призначен, в який он будет, адыка ли он будет. В римской традиции мы с вами сказали, что то, что мы видим основными в цинберном восторге прожитом свете, по связанным с тем, якое сезонье стоит на еклиптице участвовало дзенство в этой две с половиной, где знецы тысячи. в цинберном восторге только что до льва мы не доходим, что мы починаем здесь свою отвлеку из этого от быка, из бык, тады баран, тады рыбы, они теперь скочились, поскольку в этой шесть тысяча годовеке мы можем охапить списанную историю, а далее только вынукнутых эти близнечные моменты, то, что у нас не описанная история, а как бы рубинта концентровалась в наших видах про старожидные концепции сегодня и старожидные раскладки, а то, что мы бачим наявность, это мы бачим не только в шесть тысяч шабадов, а вот это, и вот тут, чем цикавое, как раз в этой сирийской область, в Кирово-Польск-Королевской палаце, то, что они как бы вбирают в себя эти разумения про взорки, они про размещение взорок, то есть это, и вы повинны памятать, что, про что мы, с чем мы не будем сутыкаться в писапотамской традиции, нам ничего как подкового немало, завсюди с чем все связано, и завсюди, это поздно, и оно выходит на некие небесные взгляды. в шесть тысячи, в Душанке, с Настей, здесь была картинка, плачется, в шесть тысячи, в шесть тысячи. Ну, ладно, ладно, когда я найду, я покажу. в шесть тысячи, в шесть тысячи, в шесть тысячи. И вот тут мы уже забываем вероятность в восторон, потому что тут состоится, по сути, одно имя, в шесть тысячи. И мы его запишем в супер, в виде сарганом, сарганом, в восторон. Окошный, моцный, король, а лимин не просто окошный, моцный, и ее, в полном смысле, переходит у всех остальных, у всех своих попередников, и эмоций, чисто сирийского разумения, и у шмар-шмар-шмар-шмар, каких-либо инших сенсов. Может, кто-нибудь с вас видел? Кир? Кир – это перс. Это великий славный был, время Ашон Габипал. И я, это, что-то, я могу направить на шестьсот шестьдесят, я, а ты, что-то, сарганом, где шестьсот шестьдесят, где-то, что-то, это, что-то, не пало. И, но про, что Роба Непала, так, кто-то говорится сложно, что-то, кто-то, не было, и там, некогда таки в этих плацах. Поэтому, конечно, одна, я бы знаю, с теми, с теми, и с теми, Спасибо. 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 Лев, проще того, что он был одним из этих знаков, Лев леги первая хвосты. Лев, в принципе, в особенности питания, помнишь чеку в особлении этой марутной силы, якая непогладная человеку. Мягко кажучи, хаос. И львы, улиток и львов, у них была репутация самой страшной живёвы, безлитосными торопежниками. И поливание львов имело отличного и забавляльного венча. Местично-королевского творального значения. Особенности я король принесла себе функцию у мудара тримальника космосу, су-свету. У центра я коха на троне, у своих, там, экзаменов палац, его сидеть. И то, что король воюет, это так само связано с тем, что король обороняя и поширяя свой космос, свой су-свет. А то, что паза между космосом – это хаос. И корольским хаосом давать рады. То есть, когда мы с вами будем говорить про эту жену, я не прокручиваю тебе серьезно на металличном доме, мы схватаем, и пробить призарну плыву на весь остатень против образованной силы, то есть, что перамор над хаосом, как раз легитимизуя короля и короля су-свету, короля муси-свету. То есть, король поверил мирович хаос. Ну, это было, если я про каце, в короле оскаха палявая нам львов, и коли в городе было семь брам, король муси-свету палявать семь львов и под кожную браму, кожную браму занести забитую же львов. Но этому еще надавалось практичное значение, есть один очень интересный текст, в котором говорится, что король муси-свету палявание на львов стоят причиной, что львы разошлись, что львов стало много, нападают на людей, и просто там, где у поселищих трогать такие трагичные ситуации, хапают детей с колен маток, король обороняет свой народ просто практичный. Но в самых разных условиях закругается идея палявания на львов. И палявание на львов – это абсолютно королевская прерогатива, это прочь королев, это никто не занимается, а король мучает этим заниматься по-другому. Король и повинен, и один, и не имеет права палявать на львов. Поэтому палявание на львов – это неважно. Вот это, что мы не по-русски, палявание на львов – творило просто уникальную коллекцию рельефов, и они по свой можно показывают судно здесь, в этой сирийской анастасии. Мы египетские с вами немало глядили, мы показали, как египтяне являются светом образе львов. Это сирийская анастасия. Как мы боимся, что лучше, это сирийское анастасия, это сирийская анастасия. Вот из этой меломазии, как мы увидели, вернули вам на твары. Какие твары? Привожие, спокойные, глядя в вечность, с легкой паусмешкой. И вот тут текаво, когда вот заосьмик от тех людей с прошлой картины с паляванием на львов, там где то самое, там где король и королевская вся свита, я геополююсь на львов, я забиваю с фокс так главными такими самыми тварами, спокойными, гружими, с легкой паусмешкой, я глядя дядю вечность. И вот где мы не будем бачить все висепатамское анастасство, как и египетское анастасство. Одно ли вам будем бачить, одно ли то, что вот все люди зафиксованы в тот момент, в який они случаны с вечностью. И вот чем уникальное болевание на львов, в том, что вся эмоция мумы, вот все переживание и трагизм отдать в нас живем. И вот тут коже на львов. Люди говорят, да главное эти египетские, поставьте много-много-много египетских статуй в один шерох, и вы не будете отрознивать одного короля египетского другого, ну и всех одной, кого я тварь. Поставьте у всех ассирийских, королев вы не будете отрознивать одного другого, королев, там тени королевы, и все. Твары одного типа, и есть канон в разный, у метра этого канона вы можете их отрознивать, а именно в разном одном каноне. То есть, вот, резко поменяли эту традицию мастарства, в релизах пробовали схопить венолит неполторно с моменту. Вот позу такую, якая вот упалекте там, кто-то злобленный, да, те конь, те человек, те, кто заводно. И потом вот европейское мастарство пошло за римским, и пошло за грецким. То есть, способность изобретать названную идею, скопливания моменту. А фельм, безумовно, будет за всеми человеком. Грецкая и римская структура, особенно римская, она ремнепортретная, уникальный, кожный тварь со своими некими отметными рысами, неподобными наимшим. И вот вы видите с вами галерею римских скульптур, например, каких-нибудь римских императоров. И вот я поставлю, то я видел в своей святомости, галерею ягинецких королев, галерею ассирийских королев, галерею римских императоров. и скидокорки розные и я диковано, что римские наверняки розные и вы поградите двух, трех, пять, шесть, вы перестаете башить в окне что-то показано. Когда вы будете поградить 10, 20, 100, 200, ягинецких, яссирийских настойно исполняться. И вот нам сопротивляет вся идея мастерства сходить вечно. То, что не то, что и в гневной и дочасной, а то, что было и в текущей то, откуда этот герой пришел к этому императору. А вот эта эмоция соправдована. Мы как ты римский император. Каждый со своим тварем, со своим характером, со своей эмоцией. И мы однозначно сразу погащатся однозначно. Все такие самые. Мы начнем больше таких ходят. это великое это великое завице это с двое упаковок и обливание. с цела. Де разные сцены, где люди с пробожими посмешками забивают львову. Те обык одиноборство с львовом. Человек или устоять и тримаются у человека тварь с первого вечности, а у льва и мгнение змагания. Я буду так передавать и передавать. Сейчас я помню вот это может самый вядомый. А он управляет эти фантазии это фантазия такая. Вы увидите одиноборство человека с львовом. Это невероятно. Вы можете познать эту тварь. Я думаю, все в этом кануне, а вы можете, когда вы их ведете, увидите эти персонажи и познаете. Ваши питания поливали это не само справа. Поливали, 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 поливали. Это не поливание на львове, но доброе на самом деле. И оно не поливали, все равно могло быть некий металлический. Вот это самый левый. Самый левый. Самый левый. Два вошли. Даю? Прошу. Я думаю, что было самое хранительное. Что? 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 Поехали. Я буду побачить. Хранитель хранитель побачить. Чтобы он не палит его не 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 пройдет. Это король со своими округами. Возьмите львы и львицы, працятые дидами. Возьмите львы и львы и львы. Возьмите львы и львы и львы. Возьмите львы и львы и львы. Возьмите львы и львы.